Здравствуйте! В эфире информационный канал «Город» в студии Евгения Мелькова. Смотрите сегодня в выпуске. Он ему голову сегодня пробил. Это отец ему голову табуреткой пробил. Падение или удар. Жители поселка обвиняют мужчину в истязательстве 7-летнего сына. Плавание и алкоголь несовместимы. Вместе со спасателями покажем, как провести купальный сезон без трагедий. Запахи есть, а нарушений нет. Экологи рассказали, кто может портить воздух в юго-западном районе. Миллион долларов. Добровольно или принудительно. Расскажем, как власти мотивируют жителей России прививаться. Ну вот едет она, вот она вся скачет. Еле-еле едут, выбирают места, где поменьше. Неровная дорога к знаниям. Школьники и их родители жалуются на разбитую дорогу к школе. Падение или удар. Сегодня внимание кировчан на улице 4-й пятилетки привлек маленький мальчик с кровавой раной на голове. Очевидцы вызвали скорую и полицию. Вскоре появился отец. Он, предположительно, был пьян. Мужчина утверждал, что его сын ударился сам. Тем не менее, соседи уверены, что мужчина избил своего сына. Что же было, падение или удар и почему социальные службы не реагировали раньше, разбирался Алексей Иванов. Этот постоянно пьет. Сегодня он ему голову проломил табуреткой. Я ему хотел по ушам дать, он убежал. Маленький со мной пошел. Так, кратко, но емко рассказал свое видение происшествия один из знакомых отца пострадавшего мальчика. По его словам, мужчина давно пьет и практически не следит за сыновьями. Их у него двое. Старшему 7 лет, младшему 3 года. Его слова подтвердили и другие местные жители. Он-то пьяно в алкогольном пении абсолютно никакой. Он тащит ребенка с чужим мужиком. С чужим мужиком ПДН вызывали опеку. Две недели назад это было. Разговаривала с соседями, которыми у них там живут рядом. Они сказали, приезжали ПДН. Они им двери не открывают. Папа постоянно находится в алкогольном опьянении. В итоге инспекция по делам несовершеннолетних отреагировала только после травмы мальчика. Его увезли в травматологию, чтобы оказать помощь. Вместе с ним забрали и его младшего брата. Некоторое время они будут находиться в детской комнате. Потом, возможно, их на время отдадут отцу, если он протрезвеет. Мужчина, однако, уверен, что это был несчастный случай и сына он не бил. Ревенок упал. Хорошо. Получил травму. Ударился, об стол ударился. Об стол? Вот, об стол ударился. С дальнейшей судьбой обоих мальчиков будут разбираться органы опеки и комиссия по делам несовершеннолетних. У мальчиков есть мать, но, как сообщили ее знакомые, она парализована ниже пояса и вряд ли сможет исполнять родительские обязанности. Мальчиков хочет усыновить семья местных жителей. Дети часто оставались у них, чтобы поесть, пока отец был в состоянии опьянения. Мы их хотим усыновить. Потому что, что, они, это, это вообще она там тощая у него, жена там... У нее ноги отказали, она все еще не звонили. Да, да, да. Алексей Иванов, информационный канал «Город». Купание и алкоголь несовместимы. Очередное трагическое подтверждение этого правила произошло на пляже в Нововятском районе. 23 июня утонула 18-летняя девушка. По словам полицейских, она была в компании друзей. Молодые люди пили спиртное и пошли купаться, что и привело к трагедии. Как вести себя на реке и какие меры безопасности надо знать, расскажет Алексей Иванов в своем материале. Сотрудники МЧС практически ежедневно патрулируют вятку и проверяют дикие пляжи. Всю неделю в Кирове стоит жара, поэтому берега полны людей. Там нет спасателей, дно не исследовано, а качество воды не проверено. Однако, что гораздо важнее, люди сами пренебрегают элементарными правилами безопасности. Спасатели проводят профилактические беседы. Как говорят спасатели, утопление может быть делом нескольких секунд, особенно у детей. Родители отвлекаются на телефоны или на разговор друг с другом, а ребенок уже скрылся под водой. Спасатели советуют следить за детьми и надевать на них нарукавники или надувные жилеты. Основной момент просим обратить на детей, чтобы дети не купались одни без присмотра взрослых. Ни в коем случае не стоит отпускать детей одних на водоемы. Исключить купание в состоянии алкогольного опьянения. Не рекомендуем купаться в местах необорудованных, то есть на несанкционированных пляжах. Купальный сезон начался сравнительно недавно, а уже забрал жизни 9 человек. Напомним, на прошлой неделе в Кирове в районе Нового моста утонули два человека. Мужчина пытался спасти тонущего рыбака, но погиб сам. Во вторник река забрала жизнь 12-летнего мальчика. Эти трагедии произошли в местах, не предназначенных для плавания. Понятно, что городской пляж не вместит всех желающих искупаться. Если вы все же выбрали для отдыха другое место, помните о безопасности и о том, что купание и алкоголь несовместимы. Алексей Иванов, информационный канал «Город». Зловонный запах по ГОСТу Роспотребнадзор и Росприроднадзор не нашли в юго-западном районе в воздухе загрязнений. Жители того района часто жалуются на невыносимый запах, который появляется ближе к вечеру, а иногда ночью. С какой стороны идет смрад и кто его пускает, неизвестно. 24 июня на заседании Комиссии по экологии и безопасности заявили, что воздух проверяют и превышений никаких не видят. Чтобы неприятные запахи исчезли, необходимо найти виновника, который осуществляет больше всего выбросов. Возможных кандидатов в районе 11. В настоящее время проводятся проверки предприятия «Дион», занимающегося производством кормового белка. Проблемы с запахом связывают именно с их деятельностью. По решению суда, на предприятии должны были до 1 июня 2021 года установить санитарные зоны, но этого не сделали. Организацию привлекут к административной ответственности. Июльский рост. В следующем месяце кировчан ожидают очередное повышение тарифов на коммунальные услуги. По данным главы тарифной службы, в среднем рост составит 4,2%. Подробнее об этой и других новостях в рубрике «Короткой строкой». С июля кировчане будут больше платить за газ, электричество, воду и мусор на 3-4%. Сильнее всего вырастет тариф за отоплением. Он повысится сразу на 5%. Однако, как пояснили в РСТ, по факту для населения стоимость услуг поднимется не на всю величину. 1% из затрат возьмет на себя областной бюджет. 27 июня в День молодежи в Кирове запрещено продавать алкоголь. Нарушившие запрет бизнесмены получат штраф. Должностные лица от 20 до 40 тысяч рублей, юридические – от 100 до 300 тысяч рублей. Запрет на продажу алкоголя в этот день не коснется баров, кафе и ресторанов. Городские власти не видят смысла восстанавливать большой трамплин. Разговоры о реконструкции объекта идут уже несколько лет. За это время стоимость реконструкции выросла почти в два раза. Работы так и не начались. Сейчас, чтобы привести трамплин в нормативное состояние, потребуется более миллиарда рублей, заявили в мэрии. К 2024 году в Коминтерне появится спорткомплекс с 25-метровым бассейном и игровым залом. Сейчас составляют проект и считают смету. Сам объект начнут строить ближе к концу 2022 года. Июньский розыгрыш первого городского дачника подходит к концу. «Успей принять участие». Главный приз «Садовые качели» разыграют уже 30 июня. Чтобы побороться за победу, снимите экскурсию по своему садовому участку. Ролики отправляйте в группу первого городского канала во Вконтакте. Ссылку вы видите на экране. Победителя выберет независимое жюри. Впереди еще много интересного. Смотрите во второй части нашего выпуска. Миллион долларов. Добровольно или принудительно. Расскажем, как власти мотивируют жителей России прививаться. Ну вот едет она, вот она вся скачет. Еле-еле едут, выбирают места, где поменьше. Неровная дорога к знаниям. Школьники и их родители жалуются на разбитую дорогу к школе. И в Кирове есть место романтики. Но узнали у горожан, какие профессии они считают самыми романтичными. Эти и другие новости уже через несколько минут. В эфире информационный канал «Город». Мы продолжаем. Она по Сочи и Геленджик по сертификатам. Неожиданная новость напугала сегодня тех, кто запланировал отпуск в России. С 1 августа в Краснодарский край пустят только привитых россиян или с отрицательным тестом на коронавирус. Возможно, подключатся и другие регионы. На такие меры власти пошли в связи с ростом заболеваемости коронавируса. Запрет в основном касается только тех, кто хочет заселиться в отеле, в палатке или в частном секторе жить будет можно. Наверняка таким способом власти пытаются мотивировать население делать прививку. Какими еще способами кировчан будут стимулировать вакцинироваться, расскажет Ксения Веснина. К обязательной вакцинации глава Минздрава Михаил Мурашко призывает молодых студентов. Прививку от коронавируса он советует сделать до начала учебного года, желательно до 1 июля, так как иммунитет формируется в течение 42 дней. Власти придумывают разные меры поощрения, чтобы люди шли прививаться. Например, у нас в Кирове бонус за здоровье – билет в цирк. И сейчас мы можем заметить, что очередь за вакциной немаленькая. За прививку во многих регионах дают разные бонусы. Десяток яиц в Башкирии, скидки в магазине в Алтайском крае, в Московской области и вовсе разыгрывают квартиры. Кировчане тоже бы не отказались от бонусов. Миллион долларов. Готов бы. Что вам сумму обозначить? Ну да. Не знаю. 200 тысяч. За что бы второй раз сделали? Второй раз? Я бы все равно сделала, даже бесплатно. Смотрите, там в Москве автомобили, раздают квартиры. Нет, цирк можно сказать. Цирк? Да. Мы провели опрос среди кировчан в группе ВКонтакте, чтобы узнать, за какие бонусы они готовы вакцинироваться. Большинство опрошенных не подкупить никакими подарками. Однако некоторые не отказались бы от денежного вознаграждения. Тем временем ситуация с коронавирусом в регионе остается напряженной. Ежедневный прирост поставил рекорд в июне – 119 человек за сутки. Подобная ситуация была в феврале и марте этого года. На сегодняшний день бригада выполняет за сутки порядка 1900 выездов. Приштатные нагрузки – 1500 в сутки. Мало того, несколько изменилась структура заболевших, структура пациентов с коронавирусной инфекцией. Появились пациенты молодого возраста, появились дети. На данный момент в Кировской области привито лишь 16% населения, а по всей России – 14%. Власти ранее собирались привить от коронавируса около 60% населения к сентябрю. В некоторых регионах местные чиновники даже ввели обязательную вакцинацию для определенных социальных групп. В Кировской области пока что этот вопрос не обсуждался. Ксения Веснина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Небезопасный путь к знаниям. В редакцию Первого городского обратились жильцы домов на улице Попова с жалобой на разбитую дорогу к двум школам. Глубина ям достигает в некоторых местах 10 сантиметров. По этой дороге родители отвозят детей в школу. Однако дорогой знаний ее не назвать. Скорее, дорогой страданий. Какие еще проблемы Тейт, небезопасный путь, расскажет Ксения Веснина в рубрике «Наболела». Ну вот едет она, вот она вся скачет. Еле-еле едут, выбирают места, где поменьше, где более безопасно можно приехать. Автомобилисты этот небольшой участок усеяны ямами стараются проезжать медленно и осторожно. Но не у всех это получается. По бокам есть ровная поверхность, где можно проехать безопасно. Без каких-либо последствий для машины. Только часто на этих местах паркуют автомобили, не оставляя возможности проехать аккуратно. Ирина Чикишева, проживающая в доме номер 6А, попалась в ловушку. Мы с мужем летели на ремонт автомобиля. Подвеску разбили вообще в хлам. Не дешевое удовольствие, так сказать. А бы семейного бюджета почти 50 тысяч выложили. Поэтому... В какую яму вылетели? Ну вот-вот по этим ямам постоянно проезжаем и стукается. Когда вообще последний раз ее ремонтировали? Я не знаю. Мы здесь живем с 2006 года и ее ни разу не ремонтировали. Сами жильцы своими силами пытались избавиться от ям. Кто-то камни положил, кто-то кирпичи. Только этого хватило ненадолго. Машины все растаскали. К жильцам домов на улице Попова во двор с такими ямами отказываются заезжать такси. Да и сами жильцы говорят, основностью проезжей части мы сами к вам выйдем. Потому что понимают все более автомобилиста, проезжающего по таким ухабам. Когда открылся второй корпус 51-й школы, по этой дороге стали ездить гораздо чаще. Люди утром и вечером возят по небезопасному маршруту своих детей. Глубина некоторых ям достигает до 10 сантиметров. Мамы с колясками ходят, дети на самокатах катаются, на велосипедах маленькие выезжают. Кругом машины, они по машине вот эти ямы, где колдобины эти ездят. Бабулька тут шла как-то упала. Вечером темно, не очень такое уже освещение. Но сейчас от магазина и у нас вот есть освещение. Тут ходить невозможно. Еще где-то дети выскочат, где-то еще что-то. Жильцы обращались в администрацию города. На что им отвечали, что это придомовая территория, и собственники сами должны содержать и заботиться о дороге. К проблеме подключился Общероссийский народный фронт. Путь к социальным учреждениям не просто должен быть хорошего качества, а в первую очередь безопасным для детей. Если администрация откажется взять в свои руки ямочный участок, то УНФ обратится в прокуратуру. Мы также направим запрос в городскую администрацию с просьбой позаботиться о проблемной дороге. Ксения Веснина, Дмитрий Бритвин, информационный канал «Город». Хвостатый джентльмен. Представляем вам нового героя нашей рубрики «Пристроим вместе» – пса по кличке Джонни. Он еще совсем щенок, ему 7 месяцев. Джонни уже проявляет тягу к знаниям. Его обучают в клубе служебного собаководства. Ольга Бакина расскажет, как можно познакомиться с этим удивительным псом. Посмотрите, возможно, он нужен именно вам. Наш сегодняшний герой – настоящий мальчик с обложки. Истинный блондин, с мордочки которого никогда не сходит довольная улыбка. Давайте знакомиться. Джонни. Хочу представить вам шикарного парнишку. Его зовут Джонни. Джонни забран с отлова. Ему сейчас примерно 9 месяцев. Совсем юный. Совсем молодой парнишка. Он у меня живет в клубе служебного собаководства. Знает уже некоторые команды. Парень очень классный, энергичный. В нем море нерастраченной любви, которую он непримерно подарит своему новому хозяину. Джонни, привет! Здоров! На данный момент не кастрирован, но этот вопрос в скором времени будет у нас решен, конечно, с ним. Расскажите, пожалуйста, есть ли какие-то проблемы со здоровьем или с поведением у Джонни, те, о которых потенциальный новый хозяин должен знать, или парнишка готов в семью уже? Он совершенно здоров. Единственный момент, что так как он был забран из отлова, его там убили, он немножко стесняется, пугается и не доверяет новому человеку. Но буквально проходит полчаса, и мальчик совершенно открывается, он уже доверяет, он охотно ласкается, гуляет, играет с человеком, поэтому проблем не будет. Думаю, что Джонни подойдет в семью с детьми и другими домашними питомцами. Он прекрасно составит компанию деткам в игре и домашним питомцам, которые, возможно, тоже очень любят резвиться. Джонни совершенно идеально ладит со всеми другими животными. В клубе собаководства он видит очень много собак, и он с ними, со всеми себя очень хорошо ведет. Также там живет кот, которого Джонни очень любит, они вместе играют, дурят. Поэтому проблем, если у семьи будут какие-то питомцы, никаких не возникнет. Невероятно красивый и очень-очень энергичный мальчишка Джонни ищет самую заботливую и любящую семью. Если вы хотите познакомиться с ним лично, то срочно звоните 8-912-715-50. Ольга Бакина, Дмитрий Бритвин и Джонни. Информационный канал «Город» Джонни! Море волнуется раз. Сегодня, 25 июня, отмечается Международный день моряка. Издавна эта профессия считалась одной из самых опасных, непростых, но при этом романтичных. Киров – город совсем не портовый, и моряков найти здесь сложно. Поэтому мы узнали у кировчан, какие профессии они считают самыми романтичными. Спасателей, наверное. Разве не романтично, когда человека спасает другой человек? Капитан плавает по разным морям, общается с разными людьми. А дома ждет его любимая, верная жена. Мама, наверное. Вообще у женщины, у каждой предназначение, наверное, быть мамой. Пилот. Всегда в небе, солнце. В салоне цветов флористам. Приятное людям делать. Врачи. Потому что он врач романтичный. Моя, педагог. Все время общаемся с детьми, учим их чему-то. Потом в течение оставшейся жизни иногда и благодарность от них приходит. Наверное, воспитатель. Это столько романтики. Учитель. Наверное, потому что в детях много любви, а любовь – это всегда романтика. Флорист. Они дарят людям надежду, любовь, цветочки. Это так мило. Там еще мишки есть. Мне кажется, что это самая романтичная профессия. В залаксе. Кто любит романтику, кто романтичный. Любую профессию может сделать, мне кажется, романтичной. Мне кажется, это либо пожарный, или какой-то МЧС, возможно. Потому что здесь всегда ты на грани жизни и смерти. Такое было это пятница, 25 июня. Если у вас есть новости, звоните в редакцию информационного канала «Город» по телефону 8-912-827-3302. Также рассказывайте о них в нашей группе ВКонтакте. Она называется «Новости Кирова». В студию была Евгения Мелькова. Увидимся в городе. Продолжение следует.